Концепция современного города строится на обеспечении комфортных условий жизни населения с помощью инновационных технологий. Одним из ключевых направлений такой концепции в Одессе стала идеально работающая система «Безопасный город». Огромный информационно-аналитический комплекс, который состоит из множества систем, работающих в автоматизированном режиме. Технология позволяет обеспечивать контроль, профилактику и координацию большого количества процессов, связанных с безопасностью и жизнедеятельностью человека в городской среде. Система видеонаблюдения с функцией видеоаналитики многофункциональна. Она позволяет в достаточной степени упростить работу правоохранительных органов в части поиска лиц, совершивших преступления правонавшения по горящим следам. Система позволяет оптимизировать работу транспортных всех транспортных служб. Система позволяет контролировать и оптимизировать работу коммунальных служб. Система упрощает работу служб экстренной помощи. И ко всему система обладает внутренними аналитическими функциями, позволяющими упростить подсчет трудозатрат, подсчет прохождения транспорта в единицу времени на конкретном участке автодороги. Установлено более четырех сотен новых камер видеонаблюдения. Из них 20 с функцией распознавания лиц и 50 камер могут считывать автомобильные номера. Два десятка камер роботизированы, то есть могут поворачиваться в секторе 180 градусов, и еще две панорамные камеры на 360 градусов. Почти половина устройств оснащены искусственным интеллектом и способны определять нестандартные ситуации и уведомлять об этом оператора. Система настроена так, чтобы сообщать о обнаружении каких-то лиц, находящихся в розыске, например, либо автомобилей по тем или иным причинам, которые находятся в угоне, либо опять-таки в розыске по причине нарушения каких-то правил, либо подозрения в совершении каких-то правонарушений. Кроме самих камер и сопутствующего оборудования, полностью оборудованы два мониторинговых центра Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области и Коммунального предприятия специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение. В каждом установили видеостены с девятью мониторами. Здесь сейчас можно наблюдать, как работает камера распознавания номеров. Вы видите, что в реальном времени сыпятся номера. Это машины, которые проезжают перед камерами. Система делает фотографию номера, распознает его в текстовом виде, направление движения и так далее. Здесь вы можете видеть работу камеры распознавания лиц. Люди, которые проходят перед этими камерами, их лица фиксируется, потом можно проводить поиск по базе лиц. Одно из самых интересных направлений работы системы «Безопасный город» — это транспортная логистика. Система позволяет отслеживать пассажирские транспортные потоки. Благодаря обширным данным с камерой и возможностям системы получится, к примеру, управлять светофорами и регулировать потоки в режиме реального времени. Но главная задача системы видеонаблюдения и программы «Безопасный город» в целом — обеспечить комфорт и безопасность горожан и гостей города. Данная система умеет распознавать номерные знаки, распознавать лица, строить некоторую статистику по дорожному движению, по трафику, ну и, естественно, заниматься наблюдением, то есть видеообзор. Одесса стала третьим городом в Украине, где запущена подобная система видеонаблюдения. Первыми были Киев и Мариуполь. При проектировании одесской системы учитывался как киевский, так и зарубежный опыт. Киев запустился в 2016-м, мы запустили в 2017-м. Даже год разницы позволяет уже говорить о том, что наша система значительно лучше. Она лучше как в смысле программного обеспечения, функции аналитики, которую она может выполнять, так и в смысле технических характеристик самих камер. Ну, будем говорить, так, киевские камеры – это 2 Мп, а наши камеры – это 5 Мп. Планируется постепенно добавлять новые и интегрировать в систему уже имеющиеся камеры в различных учреждениях. В ближайшем будущем эта система видеоаналитики позволит интегрировать возможности всех служб города и координировать их работу. А ведь оперативная информация, полученная без искажений и помех – это первое условие для обеспечения безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова